Все хорошее когда-нибудь заканчивается, а наша история, которая родилась в больных мозгах, все-таки турбануть газик из каменного века 65-го года со степенью сжатия 6,5 карбюратора К-124 поставить настоящую турбу от дизельного каменца. Благодаря дяде Диме львиная доля операций уже была произведена. Прежде всего, мне даже кажется, что сначала дядя Дима хотел выпилить это отверстие в форме писюна. Но что-то его остановило, понимаешь, что-то его остановило и, значит, как раз, поскольку газик-то мощный, и все люди должны это видеть, поэтому турба должна из-под капота торчать. Это недоцененная просто такая история, газ СА-9. Да, 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 да. Теперь давайте откроем капот и вообще удивимся. Значит, пока нас не было, значит, дядя Дима изготовил вот этот хобот, такой, такой, другой мужчинский, идет от выхлопа. Он будет дуть у нас, соответственно, в турбину. Да, и раскручивать ее сейчас я пойду, сейчас вот с этой стороны нагляднее просто покажу. Да, да. И отсюда у нас пойдет еще один хобот, соответственно, непосредственно в карбюратор. Да. Что еще? Про систему впрыска я пока не буду раскрывать все карты, вы об этом узнаете на основном канале, но это очень лютая и будет крутая система. Значит, сейчас нам не хватает несколько хоботов. Да, ну, масляных. Масляных. Давайте, коллега, я покажу. Да, да, да. Так, как мы будем поступать со всей этой историей? Значит, прежде всего, масляный хобот вворачивается вверх турбины. Соответственно, мы его возьмем, ни много, ни мало, значит, практически из центрифуги. Вот этот вот краник, значит, сюда мы вернем хобот, который пойдет на турбину. Вот это вот сливной хобот, он пойдет в конец маслозаливной горловины, она вот там вот находится, вот, туда будет сливаться. Да. Что? А у нас по-прежнему течет вода из-под головки блока. Ничего страшного. Мы уже это выяснили. Да, мы выяснили, но теперь она течет в двух местах, коллега. А, да? Да, ну ничего страшного. Но нет предела совершенства, пускай еще из третьей стороны, пускай еще у нас польется, но то мелочи жизни. Я считаю так. Да, из плюсов масляных каналов в этой головке нет. Нет. Поэтому здесь нам ничего не страшно. Да. Иными словами, мы сейчас возьмем турбину. Да. Как образец возьмем фланец. Вот этот краник вывернем и поедем изготавливать и покупать запчасти. Пайпинги, блофы. Да, нам же еще надо купить блоф. Да, и сюда еще нужно блоф поставить, чтобы перепускало давление здесь, а не здесь. Согласен. Абсолютно верно. И еще, что нам надо купить? Датчик раздвижения. Не знаю, как правильно труба называется в тенеговом магазине, чтобы видеть, какое у нас давление трубы дают. Датчик давления. Датчик давления, короче, датчик наддува. Датчик наддува, да. Соответственно, здесь будет выхлоп. Он будет вести, естественно, вверх. Здесь там еще нужно, кстати, об фильтре подумать, о левой чистке. Как говорила Скарлетт, об этом мы подумаем завтра. Главное, в выпуск не забыть вкрутить, господи, шайбу, чтобы можно было вкручивать лямбду и регулировать смесь. На карбюраторе регулировать смесь через лямбду, а? Местика. Да, да, да. Короче, несмотря на весь идиотизм, это технически грамотный проект, и мне хочется, чтобы все работало. Степень на заводе в 65-м году сделана правильная. Турбина у нас от Каминса, она низкая, достаточно оборотистая, и должна хватать с низов, поскольку она от дизеля. Будет, знаешь, что интересно, если она начнет, вот как на дизелях, знаешь, такой звук? Пи-пи-пи-пи-пи. Ну вот, эх, жду. Красота. Да. Дядя Диму предложил, мы не могли отказаться. Короче, очень хочется посмотреть, как газик работает без выхлопа, пока мы не уехали. Давай. Запускай Бибику. Я масло пищу. Ё-моё. Давай. О. Класс. Казани. Отлично. Всё, слушай. Слушай, ну супер работает так. Ба-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Наддув-то пойдёт, вообще будет страшно. Ба-ня-ня-ня-ня-ня. Странное ощущение. Очень странное. Вроде как бы и за рулём. Такое чувство, как Тесла. Сама ездит. Да, ну да. Автодятел. Автодятел просто сопровождается. Да, входит в комплект. Да, да, да. При покупке праворукой машины русскому человеку нужен маленький япоскар. Который бы я и управлял. Вот. Да, да, да. Я придумал лайфхак. Надо написать. Надо написать на завод, понимаешь. Тесла. А, лучше нашим. Японских машин нам привезут. Понимаешь, я автопилот. Здесь можно следить. Барчик можно очень удобно расположить. Да, открываешь, хоп, оттуда. Ну, подушку безопасности открываешь, хоп, да. Красота. Блин, какой кошмар. Какой кошмар. Она же праворукая. Годы идут, ничего не меняется. Мы вновь на Фучика. Но, смотри, здесь уже креатива. Прибас такая рыба. Да, да, да. Классная рыба, да? Резиновая рыба. Резиновая рыба, да. Короче, идём за хоботами и пайпами. Да. Тюнинг-магазин. Красота. Давайте возьмём Navajo 2JZ и прокладку. 2106, GDM. Да, да, да. Boost. Boost можно взять, кстати, на этого самого. На газик, да. Будет хорошо. Неплохо. А почём знаки? Знаки отличия. Ой, тысяча рублей ровно, братья. Тысяча рублей ровно за знак? Нет. У нас денег нет. Так, хобот угловой есть. Этот прямой есть. Нормально. Ещё нам нужен blow-off. Самый, так сказать, недорогой. И датчик давления. Да, датчик буста. Датчик буста. Тоже недорогой. Раз денег-то нет. Это потом. Георгий Александрович, я думаю, что тебе необходимо купить чехольчик на турбо. Вот обязательно ленты на выхлоп, чтобы было всё чётко. Нет, мы просто переложим из Антибыча огнетушитель. А в Антибыча купим новый. Вот, это тоже как говорим. Углекислотный, на секундочку. Как вариант. Есть парочка ремарк. Господи, бедные люди, бедные люди, которые занимаются турбированием. Вы только посмотрите на эти запчасти. Это же просто... Нет, но у нас бэй-бюджет. У нас бэй-бюджет, это бюджетника. Можно и на Ориге всё собрать, но это будет... Можно, можно. 10 зазиков. Но наша задача ложиться, так сказать, практически в 5000 рублей по запчастям, чтобы всё турбануть. Пластиковая. Пластиковая, да. Видишь, можешь оставить вот так и смотреть на эту штуку. Не хочу я её видеть больше никогда. Я хочу, чтобы она... Будет, это обязательно. Смотри, вот такой вот датчик. Читайский, читайский. Смотри, тут хопочки. Всё есть. Датчик мне нравится. Вон у нас трубки вакуумные тоже там. Датчик качественный. Мы ещё его проверили на этом самом реактивном турбусе. Показывает отлично. Показывает и хорошо. Так, это сюда, прокладка сюда, хобот сюда. О, нам ещё один хобот принесли. Это сюда. Нам бы ещё хомутики на этот хобот и ещё вакуумный шланг. На соски и на всё вот это вот. Да. Вот такая вот. Возьми номер. Возьми номер. 2GZ и прокладку. Прокладку возьму, а номер некуда лепить. А прокладку тебе не продадут. Такие прокладки на вес золота. Только BMW-шникам, да, продают? Ну, а я остряк, самоучка. Париги. Иди, иди, иди фапой на приборы. Смотри, какие хомуты. Хомуты силовые и простые. А сколько такой хомут держит давление? Не знаю, у нас никуда их не срывало. Я не сомневаюсь. У нас срывёт. У нас, у нас, да, да. А вот такой? Это простые вот кинестки. Они лучше их не используются. Они и по трубке режут, они узкие. А нам как раз вот для сюда и вот такие вот. Сюда вот, может, и да, но сюда лучше пошить. Всё, я понял, хорошо. Всё, я вас услышал. Короче, мы зашли купить лавру, понимаешь, для BMW. И тут, ну... А тут в Пусане, как всегда, какие-то новые штучки. Ну, мне кажется, это против природы, потому что, ну, ты же понимаешь, вот это европилоид, а вот это вот афроамериканец. Тут как-то странно, метамархозно. Ну, в любом случае, очень интересная упаковка. А что внутри вот этой штуки? Какая разница? Смазка. Те люди, кто это покупают, да, да, да. А им не важно, что внутри. Вот обратите внимание, на футчике можно найти всё. Можно и маленькие, и подшлить. Вот ещё маленькие такие были. А лавры есть? Вот это вот сумякосмазка, ещё маленькие такие, зелёненькие есть такие. Половинку. Половинку. По размеру, кто как, кому что нравится. Умеете развлекаться, да. Да, да, да. Ну, это же КФ. КФ. И знаешь, мне что нравится? В принципе, сразу чувствуется бренд, да? Да. Такой. Какой? Ух, ух. Скажут нам, напишут там, скажут. Напискай, напишут, нам всё время пишут. А мы всё равно. Так лавры, есть ли это скактонка? Есть, есть. Есть, всё. Видишь, всё, есть, всё, есть. Есть, всё. Надо поесть зайти ещё. Не с утра не у. Журнал, не как. Легендарное место. Да. Легендарное место переселяют на 5 метров вперёд. Да. Но жилой комплекс важнее, понимаешь? Да. Людям же надо где-то жить. Да. Почему бы не рядом с рынком? Да. Удобно. Сломался, пошёл, купил запчасти. Да. Я бы дороже квартиры сделал. Направо. Потому что рядом с Фучиком. Да. Понимаешь, такая. Ну вот. Из окна, прикинь, наблюдаешь за Фучиком. Смотрите, нет, смотри. Ты перекуп? Скидка на покупку квартир. Фучик. Ты налево. Да, да, да. Ты тюнингёр. У тебя турбокорч. Квартиры на Фучиком. Да, квартиры на Фучиком. Все дрифтеры, кольцевики. Горажи недорого. Но у Япона дрочеры в одном месте. Почему нет? Ё-моё. Короче, мы зашли в чинегованный магазин. А ещё вопрос. И вот это вот задняя независимая подвеска на таз. Вот здесь просто палка. Ё-моё. Как она крепится там? Реально. У неё всё есть? Раз. Это аморты, насколько я понимаю. Два. А там, получается, в эти самые крепления реактивных тяг. Ё-ошкин, дредь. Независимая подвеска на таз. Сколько лет машина снята с производства? На тюнинг. Какой кошмар. Дичь. Нет, ну ты это видел? Что? Нет, ты это видел. А ты что, как кальцийик скажешь? Ты это видел? Нет, ну ты это видел. Ну меня это не возбудило так, как тебя почему-то. Ну нахер. А, ты в этих рамках. Ты, бля... Независимая... Квартиру на футчику надо дороже продавать. Здесь есть независимая подвеска на классику. Да, и проставки по 4 сантиметра. Да, это всё шляпа. Независимая подвеска на классику. Ну ты вообще... Нет, возможно, я отстал от жизни. Возможно. Возможно. Но зато, когда я иду сейчас по льду, у меня как бы ничего не скользит, потому что песок сыпется. Нет, так ты скажи, что ты об этом думаешь. Я ничего об этом не думаю. Надо попробовать и посмотреть. Ну сама идея. Ну вдруг, если нас смотрят производители, пришлите, мы протестим, да, посмотрим. Но... Правильно? Правильно. Обязательно. Вот он. Бытовой независимый эксперт. Бывают серии все-таки такие, которые простые. Человеческие. Да, 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 потому что на основном канале происходит всякая обычная движуха, но чтобы эта движуха происходила, должна быть подготовка. И подготовка, она тоже достаточно сложная, и главное, надо перекусить. Да, поесть, а потом поработать. Обязательно. И причём, настоящие мужики скидок не просят. Всё правильно. Я перезвоню. Вот и поговорили. Да. Приятного аппетита, коллега. Приятного аппетита. Гидравлика. Вот мне, например, искренне нравится гидравлика. Понимаешь, испытываю какую-то трепетку. Ты знаешь, все вот эти цилиндры, шланги, хоботы. Насос. Войдём в давление, насос. Это очков 300. Так шевелится прям. Столько такие блоки, блин. Такие вообще, да. Чик-чик. Всё, манометры правильные. Всё с водичкой внутри. Там всё как положено. Там глицерин. Чтоб не проваливался. Да, дай кого. Повалится. Ага. Дай кого-то тоже. Техничный. Поскольку давление держит? Как всегда. Давление где-то, наверное, бар... Ну, зависит от того, что мы делаем на этих. Как бы он будет держать там 12-15 очков. Ну, нам хватит. У нас в максималочке, дай боже, будет 4-5. Три. Что, три? Очка. Три очка у нас уже было. Давай сейчас будет хотя бы 4-5 очков. Так, короче. Изготовили мы хобот. Вот этот хобот ворачивается прекрасно. В турбу? Да, вы посмотрите. Прям покажите. Видишь, как ворачивается? Прям ооо. Да, мы не видели, как штуцера ворачивается. Нет, вы знаете, как всё сделаем? Мы помолимся и помажем локтайтом обязательно. Ага. Это важно. Ну, всё штуцер хорошо. Есть куда обжиматься. Значит, здесь у нас вращающее соединение. Почему? Ну, потому что иначе как мы хобот-то прикрутим? Всё, вопросов нет. Я просто комментарии прочитал, чтобы сразу вопросов не возникало. Всё, и мы чипав, чипав, всё отлично. Можно возвращаться в выхлоп. Правильно. Погнал. Как там по-блогерски? По-блогерски вот так. Дядя, мы всё привезли. Пока нас не было, значит, здесь изготовился уже фланец, крепление. Да, крепуха всё будет держаться. Сюда, как к себе домой. Вставляется. Хобот маслоподачи. Обратим внимание, мы специально сделали, чтобы он мог вращаться. То есть, мы сначала приворачиваем вот эту штурбину, а потом эту... Да, и всё прошло. Какие вы большие, молодцы. Мы просто попсы. В этом есть определённый кайф. Да, переходник сюда. Да, есть он. Всё, запас у нас есть. Запас у нас есть. Будем надеяться, что будет давление. Теперь самое интересное. Уголочек. Да, давай, давай. Как раз с этой стороны всё и покажем, как у нас будет хобот. На самом деле, мы специально сделали турбину повыше, чтобы она торчала из капота, потому что схема, если схема покажет себя успешной, мы, в принципе, сможем поставить сюда интеркулер. Так, ну, в принципе, вот как-то вот так, да? Сюда ещё фланец изобрести. И будет чётко. А куда мы делим? Блоф. Вот он, вот он, блоф. Ой, несколько неотъемливых частей. А, дядям, смотри, значит, нам остаётся вот сюда вот в разрыв этой штуки прифигачить значит, какой-то фланец блофа. Так, вакуум мы изобретём, схема вакуума у нас есть. Не, ну выглядит классно, да, бабушка? Да, 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 следующий шестарь. Блин, шестарь неинтересно. Шестарь надо готовить, ручневую делать, степени мою. А здесь заводы всё сделано? А здесь, да, кстати, здесь завода, в этом есть определённый плюс. Дрифтеры, возьмите на вооружение. Да, тяжеловат, да, староват. Но имейте в виду, смотрите, какое исполнение. Но проглазку вы можете поменять прямо на этапе. Да зачем её менять? Вот смотри, смотри, зачем менять? Всё ж так хорошо будет. Не, ну военная техника, конечно, лютая, да? Ну. Всё работает. Сука какая, а? Ты не видел на шифровке один? Видел. Всё, всё, всё перехерачивалось. Всё, всё. Если бы РАВ-4 не начал нас ранить в пятую, ну не в пятую точку, занятость автомобиля, у нас бы вообще никаких потерь нет. У нас как вода текла под прокладкой. Так и течёт. Стабильность, признак мастерства. И ничего, всё. Интересно, а в то время над этой ситуацией думали, что когда-то может оттуда потечь вода, и чтобы она ничего не сделала, просто вытекала наружу? В голове нет масляных каналов. Так я вот про это и думаю. Просто нет. А это очень большой плюс. Так, в общем, мы поставили турбину, подключили масляный хобот, масляную подачу. Теперь очень интересно вообще, будет ли что-то вытекать из обратки, и хватит ли нам давления запустить мощный двигатель. Попробуем. Ну, турбина начинает вращаться сразу. Давай ещё раз. Не газуй! Так, турбина крутится, всё. Масло пошло, глуши. Всё, отлично. Сухо работает. Короче, ему надо совсем немножко времени, чтобы накачать. Это хороший знак. Да, это хороший знак. Нормальный, турбина дует. Да, ты сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Да не говори. Замечательно. Охрененно. Прикинь, да? Всё, турбо дует сразу. Масло чуть-чуть накачалось. Пошло, да, без хоботов. Да-да-да, то есть всё круто. Новый гончик. Всё нормально, работать будет. А это круто. Это очень круто. Короче, мы воссоздали масляную систему, сейчас дядя Дима примерит фланец, и мы попробуем запустить, чтобы как бы всё работало. Так я зачем? Не-не-не. Мало ли что, сарвиот, оторвёт или ещё что. Так, масляный слив есть, маслоподача есть. Тарас Сергеевич, запускай Бибику. Давай. Давай. Давай-давай, это газик, нормально. Как сказать? Подключай. Час подожди. У меня сейчас повернётся ключ когда-нибудь сейчас. А что, трудности с зажиганием? Ну да. Да ё-моё. А, всё. Давай. Так, подожди, не газуй больше. Смотри за давлением. Сколько давления? Два. Два. Мально. А сейчас? А, бухлотой. Давай, ещё раз. Мне интересно просто, дует тубы или нет? Так, не подожди. Норман. Два очка. Два очка. Газани. Три очка. Три очка. Отлично. Ещё раз. Не прогрелся просто. Так. Газани. 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 Е-е-е-е-е. Бой. Отлично. Так, сейчас с этой стороны. Газани. Так. Супер. Так, ну и последний. Последний разок. Ещё раз интересно. Давай. Е-е-е. Всё, глуши. Глуши, глуши. Давление сколько там нормально? Да, да, да. Давляд нормальный. Что, труба крутится? Да, она крутится. И когда ты, ну, оборотов прибавляешь, но... А, так всё, она же раздувается. Да, всё, она работает. Ой, из нюансов. Так, у нас потекло масло. У нас потекло масло. И потекло оно у нас вот отсюда, с этого штуцера. И отсюда. Не-не, оттуда вода. Да? Да-да-да. Короче, отсюда у нас потекло масло. Надо будет сажать на фиксатор, на герметик. Короче, по трубке высокого давления пошло масло. Это хорошо, значит, давление у нас есть. Значит, масло есть. Да? Ну что ж, это мелочи. Мелочи. А это очень хорошо. Вот на этой оптимистической ноте, как дядя Дима варит выхлопную систему, на нас турбогазик. Да. Тургазик. Если матрицу не сожгли сейчас. Если, как бы, матрицу сожгли, напишите в комментариях, потому что мы это уже увидим, когда будем монтировать видео. Иными словами, значит, первые старты и всё остальное вы увидите на основном канале. Суть этой серии в том, что всегда есть административная работа, и чтобы что-то заработало красиво. За этим стоит огромное количество потраченного времени, силы, средств, денег. Но мы, кстати, пока в бюджете. Да. Это очень недорогое турбирование, поэтому, как бы, пока по фану. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ваши предположения, как быстро распидорасит газик. Я думаю, что он поедет. Я думаю, что он поедет, и поедет он чётко, красиво. Быстро, быстро. Но, прилично у Фроуди. Всем пока. Короче, смотрите основной канал. Там будет всё остальное. Настройка, ЕГТ, блог-оффы, колоссальные нравственные страдания. Поговорим. Удашь без них. Ну, пока.